Добрый вечер в Нижнем Новгороде, 18 часов. Главные новости этого дня глазами и устами Горький ТВ. Кадетский корпус будет создан на базе школы номер 6 в Ленинском районе города. Городские власти уверены, что в школе есть все условия для создания полноценного кадетского учреждения с возможностью проживания. Кроме того, там есть современный спортзал, стадион и хоккейная площадка. По задумке администрации, кадетский корпус заменит собой кадетскую школу номер 4, которая сейчас расположена на Большой Печорской. Дорожную разметку начнут наносить на нижегородские дороги уже в следующий понедельник, 20 апреля. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в Кремле. До 1 мая будет наноситься только лакокрасочная разметка, а вот термопластик придет на городские дороги не раньше, чем наступит лето, обещают администрации. В аэропорту Стригина проверяют обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом. Напомню, по имеющимся данным, 11 апреля при выполнении посадки самолет, следовавший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате, отмечается на сайте СКР, произошло повреждение винта левого двигателя самолета. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и восемь пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В РБК выяснили, какие российские регионы и города оказались самыми богатыми и бедными за последние три года. Нижний Новгород оказался в середине списка, а вот Ворсма Нижегородской области стала одним из беднейших городов нашей страны. Как вышло, что зарплата местных жителей ниже прожиточного минимума? В репортаже Валентины Тимониной. Доходы россиян растут, но их заработок по-прежнему уступает уровню последних лет существования СССР. Как пишет РБК, соотношение зарплаты граждан в городах к прожиточному минимуму в соответствующих регионах сегодня в среднем составляет 3,9 раза. В 1990 году коэффициент находился на уровне 4,5. По этому же критерию здание представило рейтинг богатства и бедности российских территорий с 2012 по 2014 годы. Первым оказался Чукотский автономный округ, где средняя зарплата превысила прожиточный минимум в 5,76 раза. Худшим стал Крым. Нижегородская область занимает третью строчку. Средняя зарплата в регионе превысила прожиточный минимум в 3,81 раза. Среди городов богаче всего живут в Пригморске, Лобни и Надыме. Как правило, их жители работают в областном центре, а деньги тратят там, где живут. Самые бедные люди живут, согласно РБК, в Верхоянске и Якутии. Всего полтора прожиточных минимума на человека. Четвертым по бедности стал город Ворсма Павловского района Нижегородской области. Здесь средняя зарплата превысила прожиточный минимум лишь в 1,67 раза. До 2013 года Ворсма считалась моногородом, однако была исключена из списка за несоответствие критериям. Как рассказал Горький ТВ замглава администрации Ворсма Александр Абросимов, в городе нет ощущения бедности. Сокращение работы завода отразилось на жителях, но все ищут новые пути заработка. Цитируя о благополучии, можно судить хотя бы по количеству строящихся домов и иномарок на улицах. Видимо, доходы тех, кто теперь работает на себя, здесь не учитываются. Конец цитаты. В отношении Ворсма не помешает проверить данные статистики, считает социолог Александр Жуковский. Статистика, она тоже имеет свои допуски и, может быть, какие-то не то чтобы нарушения, а какие-то биения в данных. Может быть, я бы сейчас просто проверил бы вот эти данные чисто статистические, потому что такого выпадения чисто внешне, как эксперт, я бы сказал, не должно было быть. Надо посмотреть природу выпадения этого города из общей статистики. Между тем, уровень официально зарегистрированной безработицы также стал предметом исследования РБК и ранжирования регионов. На конец 2014 года по количеству официально зарегистрированных безработных на тысячу граждан первой названа Чечня 149 человек. Нижегородская область по этому показателю открывает группу стабильных регионов, занимая лишь 76-е место с количеством безработных 5. О погоде завтра у нас ожидается облачно, плюс 3, плюс 11, после обеда до 14 тепла. Всем приятного вечера в компании «Сборки ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok